Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Друзья, начиная с 1926 года правительство СССР изменило параметры разменной медной монеты. Теперь 3 копейки стали производиться из алюминиевой бронзы вместо меди, уменьшился их диаметр, а весь монеты стал ровно 3 грамма. Отчеканили обновленных монет около 18 миллионов штук, поэтому коллекционная стоимость 3 копеек 1926 года выпуска в наше время невелика и составляет около порядка 200 рублей. Но есть некоторые варианты монеты, которые стоят намного дороже, те у которых для чеканки лицевой стороны Аверса использован штемпель для 20 копеек образца 1924 года. Такие ошибки, перепутки, очень редко, но иногда случаются на монетном дворе, так как сами монеты и естественно штемпеля для их чеканки имеют близкие размеры и очень похожи по оформлению. Такую перепутку легко отличить по вытянутым буквам надписи СССР. На трех копейках эти буквы имеют хорошо выраженную округлую форму. Стоимость этого уникального варианта составляет примерно 70 тысяч рублей. Но еще более редко встречаются 3 копейки с датой 1926 и Аверсом от 3 копеек образца 1935 года. Друзья, узнать их можно по отсутствию лозунга об объединении пролетариата вокруг Герба. Причину их появления объяснить трудно. Уж очень невероятно, что в 1935 году, когда только начали использовать такой Аверс, крупные буквы СССР под гербом в монетную чеканку мог попасть в штемпель с датой 1926. В нумизматические каталоги данный раритет внесен и его оценка, как правило, превышает 120 тысяч рублей. Хотя в реальности цена продажи может быть и в разы больше. 3 копейки 1927 тоже отличались массовостью производства и встречаются в большом количестве. Но и в этом году встречаются свои уникумы. Это монета-перепутка с Аверсом от 20 копеек 1924 года. Отличить ее так же, как и в 1926 году, можно по выдвинутым овальным буквам СССР. Стоимость перепутки 1927 год тоже приблизительно 70 тысяч рублей. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом будет полезной информацией, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья. Роман Парфенюк.